Благовестие Израилю и всему миру Возлюбленное благословенно имя Господа! Я и Синтия рады быть с вами здесь, потому что мы начинаем важную серию передач под названием «Апостольские молитвы». Вау, здорово! Я очень рада этому, ведь эта серия поможет нам познать Господа. Верно. Нужно молиться об этом. Мы молимся, чтобы Господь действовал по нашему плану, но мы не правы. Ведь если Он сделает так, как хотим мы, то возникнет проблема, а молитвы Павла помогут нам познать Бога и жить в довольстве. Аминь. Дорогие наши зрители, новозаветные молитвы Павла о церкви имеют отношение к нам и к остальным поколениям христиан. Пожалуйста, откройте сердце, и Бог даст вам силу, потому что Слово Бога, запечатленная Библией, предназначена для всех вас. Сегодня мы отправимся с вами в Иерусалим на гору Сион. Приятного просмотра! Мы снимаем передачу из Иерусалима неподалеку от горы Сион. Я спешу поделиться с вами истиной из Божьего Слова из города, где наш царь был распят. Бог продолжает изливать благодать на мир из Иерусалима. Дорогие, когда Ишуа вернется, то он явит свою славу здесь. Заметьте, первый стих послания к Колосиным является весьма необычным. Я буду читать из первой главы послания к Колосиным. «Трава сохнет и вянет цветок, а Слово Бога пребудет вовек». Павел, волею Божией, апостолы Иисуса Христа и Тимофей брат. Почему это письмо является необычным? Когда Павел писал в Колосы, то он сказал, что послание писал не только он, но и Тимофей. Давайте прочтем снова. Павел, волей Божией, апостол Иисуса Христа и Тимофей брат. Он пишет Колосиным. Это письмо написал я и Тимофей, мой сын Господи. Смотрите, Павел воспитал Тимофея в истине Бога, возложил руки на него и передал ему духовный дар. И Павел подбодрял его, пусть никто не пренебрегает твоей юности. Павел увещевает Тимофея быть смелым ради истины и говорит, что он его возлюбленный сын Господи. Дорогие, это восхищает меня, потому что мы можем воспитать людей в истине. Также апостол сказал Тимофею, ты знаешь Писание с детства. Бабушка Тимофея учила его истине. Друзья, меня восхищает данный принцип, о котором пишет Павел, и этот принцип говорит о познании Писания с детства. Оно способно подготовить нас к добрым делам и наставить в праведности. Говоря о Писании, Павел имел в виду Танах, то есть Тимофей читал Ветхий Завет. Новый Завет еще не написали. Поэтому, возлюбленные, мы приходим к такому заключению. Божий народ до сих пор использует еврейскую Библию или Танах для того, чтобы получить наставление. А вот почему Господь Иисус Христос проповедовал так. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». «Не нарушить пришел я, но исполнить». «Кто исполнит заповеди и научит им, тот великим наречется в Царстве Небесном». Дорогие мои, Павел и Тимофей, ставшие его сыном Господи, пишут письмо в Колосса. «Тимофей знал еврейские писания с детства». Павел ободрил Тимофея так. «Ты знаешь Писание с детства, и Писание способно подготовить нас к любому доброму делу и наставить нас в праведности». Иисус изучал еврейскую Библию тоже и победил дьявола в пустыне. Матфей пишет в Евангелии, что он цитировал второзаконие три раза и победил все искушения. А теперь давайте погрузимся в послание к Колоссинам, и пусть один из отрывков из него послужит вам сегодня. Сейчас, дорогие, мы сделаем разбор молитвы Павла и Тимофея о божьих людях. Братья и сестры, отнеситесь к молитве серьезно, потому что не все из нас наполнены силой Духа Бога. Ведь мы просим не то, что нужно, и Писание предупреждает. «Не проси меня исполнить твои похоти». А если мы просим что-то по воле Его, то у нас будет уверенность, что Бог услышит нас и ответит на наши молитвы. Как же узнать, что мы молимся по воле Бога? Возлюбленные братья и сестры. Вот один действенный метод. Молитесь Богу Отцу во имя Иешуа Мессии, потому что Святой Дух Господа вдохновлял апостола Павла так молиться. А теперь давайте рассмотрим моление Павла и Тимофея. Это место находится в том самом послании к Колоссинам, которое мы разбираем с вами сегодня. Это первая глава, девятый стих. И вот что пишут брат Павел и брат Тимофей братьям и сестрам из церкви в Колоссах в первой главе своего чудесного письма. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Любимые, обратите внимание, что Павел с Тимофеем молились не только о себе. Пожалуйста, ответьте на вопрос. Сколько времени вы молитесь только о своих потребностях? А сколько вы молитесь за других людей? Я полагаю, что многие из нас молятся только за свои нужды. Молодые люди, вы говорите в молитве. «Бог, дай мне хорошего мужа» или «дай мне жену» или «дай мне работу». «Дай шанс купить дом». Я не против таких молитв. Но молитесь ли вы за нужды других людей? Вспомните, как молился Павел. «С того дня, как мы услышали о вас, мы не перестаем просить Бога за вас, чтобы Он благословлял вас. Я бросаю вызов себе и вам. Давайте распахнем наше сердце для людей и любви Бога, и давайте молиться не только о своих нуждах, но и о потребностях других. Бог желает, чтобы мы расширили пределы нашего сердца. Только так мы познаем Божью любовь и расправимся с духом эгоизма. Вы хотите быть сильным, Господи? Ходить в праведности и полноте Святого Духа? Если да, тогда наступите на свой эгоизм и позаботьтесь о ближних. Вы помните начало этой молитвы? «С того дня, как мы услышали о вас, мы не перестаем просить Бога за вас». Вот смотрите, Библия просит нас заботиться не только о себе, но и о других. Вдобавок, Писание учит нас считать других людей выше себя. Для нас это сложно. Разумеется, нам это не свойственно, потому что все мы эгоисты по плоти, но мы являемся новым творением во Христе Иисусе. Прошу вас, примите вызов от Бога, раздавите свой эгоизм и войдите на территорию любви Бога. Ведь они, Божьи служители, могли это сделать. И тогда вы уподобитесь Иисусу, который пришел не для того, чтобы Ему служили, но Он пришел служить, любимые. Давайте молиться не только за себя, но и за других людей. В этом исполнение заповедей. Я провозглашал исцеление и освобождение на собраниях, и необычные вещи начались. Одна женщина была одержима бесами несколько лет. Она рассказала, что бесы заставляли ее есть идоложертвенное по ночам. Бесы мучили эту женщину. Посмотрите, когда она призвала Бога в свою жизнь, его сила сошла на нее. Она встала на колени, и ее очень сильно стошнило. Посмотрите. Дорогие, когда я проповедовал освобождение, женщина начала биться в конвульсиях, и ее стошнило. Потом она подошла и рассказала о том, что духи скверны и болезни вышли из нее, и теперь она свободна. Она видела, как Бог освободил ее, и сейчас вся боль ушла прочь. Все вышло, и она чувствует себя очень хорошо. Она говорит, я славлю Господа. Бог любит меня. Сегодня Иисус освободил вас. Пожалуйста, ходите в церковь. Тогда вы сможете следовать за Иисусом, и вы увидите великое в своей жизни. Поклоняйтесь Ему. Благословляет ли вас Бог через служение РАВИ? Станьте партнером служения, и Бог будет спасать, исцелять, избавлять через телевидение и программы помощи. Посетите нас по ссылке, которая на экране, или позвоните по этому номеру. В благодарность за вашу ежемесячную поддержку, РАВИ вышлет вам три DVD, следуя за ним. Оно о жизненном пути Кёрта. Оно того стоило. Удивительная история Синди Шнайдер. И благовестие за кулисами. Взгляд РАВИ на путешествующего по миру. Станьте партнером служения Еврейский Иисус. Присоединяйтесь к нам, и будьте обильно благословенны. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Дорогие, о чём молился Павел, прося за Божий народ? О познании воли Бога. Святой Дух желает, чтобы мы были чуткими к Его повелениям. Бог желает, чтобы мы обрели духовную проницательность и постигли Его волю. Ну а что Павел говорит о мудрости? Не перестаем просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Бог желает, чтобы мы знали, когда и что делать. Он желает, чтобы мы были водимыми Его волей и знали, что нужно сказать, когда это сказать, и когда остановиться. Он желает, чтобы мы знали, когда входить и когда выходить. Старая песня поётся об этом так. Ты должен знать, когда начать играть и когда понизить ставку. Идите по жизни, пребывая в Духе Бога. А как это делать? Узнайте волю Бога для настоящего времени. Я не имею в виду, что познание воли Бога это только заучивание библейских стихов. Я говорю о том, что Павел молился, дабы люди познавали откровения Бога для их повседневной жизни. И если мы это сделаем, то будем пребывать в Боге. Тот, кто пребывает во мне, приносит много плода. Любимые, мы не сможем пребывать в Иисусе и жить в Святом Духе, если мы не будем знать Божью волю на этот день. Дорогие зрители, настройтесь на волну Господа, потому что наш Бог — это Бог сегодняшнего дня. Он является не только Богом вчерашнего дня, когда Он действовал в жизни Моисея, Даниила и Зикииля, Павла и Тимофея. Он ваш Бог. Иисус сказал, что Он Бог живых. Он Бог сегодняшнего дня. Друзья, давайте учиться жить с сегодняшним откровением Бога. Когда мы становимся чуткими к Святому Духу, тогда мы обретаем способность познавать волю Бога. Молюсь за вас, чтобы вы наполнились познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном. Мудрость дает нам способность применять знания от Бога уже сейчас. Это сверхъестественный процесс, и он не приходит только через изучение. Да, он приходит благодаря чтению Святых Писаний, но при этом мы должны проявлять чуткость к вездесущему Святому Духу. Дорогие, Иисус сказал, «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо когда пойду, пошлю к вам Святого Духа, и Он возьмет от Моего и возвестит это вам». Каждый миг Бог изливает знания на землю. «Как солнце постоянно посылает лучи на землю, так и Бог, Дух Святой, посылает свои знания и силу к нам постоянно». Павел молится, чтобы мы получили откровения о силе, действующей в нас. Смотрите, поток этой силы не иссякает, и он изливается на нас. «Отец, я молюсь за всех нас. Я молюсь о телезрителях, которые чувствуют, как Святой Дух стучит в дверь их сердца. Я молюсь о себе так, как молился Павел». «Отец, дай нам духовную чуткость к твоему Духу. Бог, Отец, открой наше сердце и сделай нашу совесть чувствительной, чтобы мы постигли твою волю. Дай нам мудрость и понимание для того, чтобы многогранная истина Святого Духа изливалась на нас на всяком месте. Отец, дай нам увидеть радугу, которая окружает твой престол, увиденный Иезекиилем. Дай нам чуткость к познанию многоликой правды Святого Духа, который действует в нас и через нас. Помоги ходить в духовной мудрости, и разумении. Я молюсь, высвободи на землю то, что разрешено на небе. Во имя Иисуса я высвобождаю на землю эти дары на всех зрителей, которые внимают правде. Я высвобождаю ключи к разумению духовной мудрости и пониманию новых откровений от Бога. Я провозглашаю это над ними. Как Павел возложил руки на Тимофея и передал ему дар, так я высвобождаю для зрителей дар и помазание Святого Духа в разум и сердце святых. Я вижу новый уровень мудрости, разумения и откровения Твоей славы во имя Иисуса. Отец, Ты напомнил о том, как люди несли платки Павлу и как он молился над ними, а потом их относили больным и те исцелялись. Отец, расстояние не является преградой для передачи помазания. Я высвобождаю в разум и сердце Твоего народа силу воскресения и делаю это властью, данной мне как служителю во имя Иешуа. Укрепи его в духовной мудрости, понимании и постижении Твоей воли, чтобы Ты прославился в жизни Твоих людей. Друзья, если Вы согласны со мной, то скажите, Бог-Отец, я верю в это и соглашаюсь с этим. Давайте прочтем следующий стих. «Для чего нужны духовная мудрость и понимание? Для того, чтобы мы поступали достойно Господа, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Почему мне нравится этот стих? Потому что он говорит о подотчетности. И снова мы с вами в 10 стихе. Вначале он молился об увеличении духовной мудрости и понимания, теперь он разъясняет причину этого, чтобы вы поступали достойно Господа. Рассказываете ли вы Богу о своей жизни, чтобы поступать по Его воле? «Я верю в учение о благодати всей душой? Я спасен только благодатью через веру?» Спасаются только по благодати и по вере. Возлюбленные, есть одна проблема. Иисус и Отец сделали все, чтобы спасти нас, но часто ли мы слышим о том, что мы должны делать? Что мы должны делать в духовном плане? Здесь мы слабоваты. Павел убеждает Колосин принять мудрость, чтобы они поступали достойно Господа и угождали ему своими делами. Кто-то говорит о сверхблагодати и о чересчур сентиментальной любви, то есть не хватает баланса в учении. Друзья, мы спасены только благодатью через веру. Но наряду с этими дарами мы получаем и способность поступать достойно Господа, во всем угождая ему. Пожалуйста, не пропустите следующую серию. Приготовьтесь к ней, ибо Бог зовет нас подняться на совершенно новый уровень. Он собирается дать нам глубокое откровение о себе, для того, чтобы мы жили и внимали ему достойным образом, и чтобы мы угождали ему. Драгоценные мои, если мы вступим на путь святости, то мы должны слушаться его и подчиняться его власти, быть подотчетными Богу. Помните, что начало мудрости — это страх Господень. Любимые мои, пусть Бог подарит вам страх Господень, который произведет святость вашей жизни. Будьте благословенны. Мудрость, знания и откровения. Как же это здорово! Бог призывает нас жить в Его мудрости, знании и откровении о Нем. Бог знает, в чем мы нуждаемся. Кирк, ты сказал, что бывают верующие, которые учатся без конца и края, но не приносят плода. нужно не только слушать истину, но пережить ее в своем сердце и исполнять ее. Дорогая, ты говоришь о том, что все эти дары — мудрость, знания и откровения — нельзя получить только через чтение Писания. Это дары Святого Духа. Мудрость, она ведь приходит от Духа Святого, потому что слово «откровение» означает то, что было запечатано, то есть мы не можем познать его самостоятельно. Мы понимаем и переживаем истину, когда Дух Святой открывает нам ее. Итак, мы говорим о духовных дарах. Для чего Бог дает мудрость, знания и откровения? Для того, чтобы жить достойно Божьего призвания для нашей судьбы. К чему же Он нас призвал. Бог призвал нас уподобиться Его образу, быть Его свидетелями и полностью угождать Ему. Вот это да! Он желает, чтобы мы осветились. Богу важны святость и жизнь в Его воле. Не угождайте миру и родственникам, но Господу нам нужно преобразиться душой и уподобиться Его образу, стать как Иисус. Он желает, чтобы мы осветились. Мы сняли тот эпизод в Израиле, и мы прожили месяц в городе. Знаете, нас ошеломило то, как обособленно живут ортодоксальные иудеи в старом городе. Это вдохновило нас отделить себя для Господа. Все сообщество живет в единстве, и оно полностью отделило себя от земной суеты. В иудаизме много течений и много толков. Да. Но все они одинаково посвятили себя Господу. Очень мы молимся за наших зрителей и просим, дай им откровение через Писание, которое побудит их начать святую жизнь для тебя, Господь. Мы молимся, Отец. Да. Я молюсь за Синтию, за себя и за все семьи, которые смотрят нас. Помоги нам жить свято для тебя и стать единой дружной семьей. Отче, мы поклоняемся тебе, мы благословляем тебя и просим тебя исполнить слово в жизни каждого из нас. Сделай это ради своей славы. Господи, Боже наш, да будет имя Твое благословенно вовеки. Я стою возле посольства США в Иерусалиме и рад быть в Израиле. Возлюбленные, огромное спасибо за даяние для нашей передачи. Я обрадую вас. Ваше даяние Господу производит большие изменения. Вчера мне довелось проповедовать Евангелие в Мессианской Синагоге. Я укрепил общину, призвав ее членов стать смелыми свидетелями на Святой Земле. Через несколько дней я буду благовествовать 500 евреям, которые пока не узнали Иисуса как Мессию. К тому же я веду эфир телепередачи благодаря вашей финансовой поддержке. Хочу воодушевить вас. Ваши денежные вложения в наше служение изменяют жизни людей. Дорогие мои, во Христе, пожалуйста, продолжайте поддерживать наше служение. И Бог вознаградит вас за каждый пожертвованный доллар. С вами сегодня был Керт Шнайдер. Шалом вам. Как стать нашим партнером? Отправьте пожертвования, не облагаемые налогом, на адрес, который на экране. Пожертвовать онлайн можно, зайдя по ссылке нашего сайта. Пожертвовать через кредитку можно по телефону, который на экране. Или же отправьте СМС на данный телефонный номер. в знак признательности мы отправим вам аудиопроповедь месяца и свежий вестник. Благодаря вашему дару Израиль и мир спасутся, исцелятся и получат освобождение через телевидение, интернет и массовые богослужения. Многие были верны Господу через свои даяния. Кто желает пожертвовать финансы и имущество служению еврейский Иисус, зайдите на наш сайт. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. ва рекех ИОВЕ ИСАЯ ИОВЕ ПНАБИ ИЛЕХ Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит тебя и соблюдет. Пусть осветит тебя сиянием лика своего, явит милосердие. Пусть Отец, Владыка Твой, воззрит на тебя светлым взором своим, и пусть снова дарует мир любимому чаду. Откровение сегодня для лучшего завтра. Найдите сайт «Еврейский Иисус» на своем носителе. Подпишитесь на наши обновления, следите за нами в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и подпишитесь на нас в Ютьюбе. Присоединиться к служению «Еврейский Иисус» очень легко. Будьте с нами. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать за вас. Отправьте молитвенную просьбу, посетив наш сайт, или пишите по адресу, который вы видите на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на каждую из них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии. Передача «Еврейский Иисус» служит Израилю и миру. Смотрите нас на следующей неделе, и вы научитесь расти в любви Христа и подражать Господу Иисусу. Субтитры создавал DimaTorzok